ну вот я снова почти без проводов а дальнейшем чем хотел бы вам рассказать про windows 8 это про новые возможности предоставления рабочих мест да то есть как это можно сделать как-то можно устроить ну как я уже говорил прежде чем мы конкретно разберем этот вопрос стоит наверное вспомнить вообще предпосылки которые вообще могли появиться windows 8 для того что можно было вообще говорить о том какие могут быть новые возможности предоставления рабочих мест потому что ну как бы что может быть хорошему нового есть рабочее место есть клиентская операционная система что там еще можно придумать но на самом деле придумать можно много чего допустим есть очень интересный механизм называется он windows to go поднимись руки кто хоть раз пробовал мало рук ну понятно enterprise лицензии не у всех есть вот ну хорошо те кто пробовал скажите мне пожалуйста что ж такой windows того что это такого интересного кто мне может ответить так так ну еще пару пару ответов планшетах не работает а до каких планшетах не работает какой четкий ответ то есть планшет это была переменная оказалось что дело не в переменной дело в значении dell не работает просто на серфисе у меня работа запуска вот видите даже вот у наших юных гуру все работает на их маленьких девайсах и все окей наверное dell что-то не доделал и так действительно коллеги вы правильно сказали если быть кратким windows to go это мобильная переносная операционная система которая установлена на флешку доступно это исключительно для редакции windows 8 enterprise то есть не на домашней не на профессиональной редакции вы такого интересного функционала не получите штука для безобразия простая можно создать из под интерфейса управления можно собственно говоря сделать скрипт power shell который позволяет нам с вами создать собственно загрузочную флешку об этом немного позже а в общем смысл windows to go с точки зрения технической чем отличается от обычный windows а 8 в том что естественно мы шифруем данные на носители с операционной системы в данном случае на флешке но отличительная особенность является то что нам для этого не требуется tpm модуль обычно для шифрования с помощью битлокер нам нужен tpm а здесь он нам не нужен поэтому возникает конечно вопрос что делать с ключами ответ правильный храните их безопасности никому не отдавайте иначе кто-нибудь возьмет флешку так залезет все и ваши данные можно будет утащить но хотя с другой стороны можно всегда заблокировать пользователя можно всегда сделать удаленное уничтожение можно всегда принудительно с помощью политику правильный битлокером сделать данные недоступны а вот в принципе для чего это нужно понятное дело для того чтобы не таскать собой ноутбук в основном да то есть может быть вот у я дома вот такая система стоит вон ноутбук там ноутбук как же и новски там на слайдах что делать вот можно путиться с серфисом можно будет с ноутбука можно использовать синхронизация аккаунтов с другой стороны то есть есть два механизма получить то есть для чего windows того нужно помимо того что не используешь свой ноутбук другой стороны это гарантирует вам то что ваши настройки остаются такими как вы сделали дату система под вас настроен все очень удобно и замечательно но на самом деле есть другой интересный механизм который позволяет нам говорить про собственно перенос настроек он называется синхронизация сейчас мы его рассмотрим и прежде чем мы рассмотрим сейчас синхронизацию другие сценарии windows 2go это временные сотрудники да допустим ваша компания обвинилась какой-то сторонней компании на краткосрочный проект два-три месяца вам нужно предоставить им рабочие места нужно как-то с этими людьми работать то есть идеально вариант даете флешечку windows 2go если им нужен офис то точки зрения сэкономии денег очень правильно сделать подписку офис 365 дать им аккаунт пока проект идет в этом ежемесячно платить за этот аккаунт а когда проект заканчивается вы просто сворачиваете те лицензии пользователей которые вам нужны то есть вы экономите с точки зрения рабочих мест и в принципе решайте свои задачи вы путешествуете налегке я честно говоря в общем ну я не знаю насколько в россии люди привыкли точно а насколько вот реально человек будет носить собой флешку с windows 2go потому что он с собой ноутбук не возьмет я не знаю как то наверное у нас все-таки больше ноутбуки таскаю поднимите руку кто плачет собой ноутбук а не флешку хорошо поднимите руку то флешку потащить счета читал заднем ряду 7 флешку а ноутбук или флешку ну хорошо допустим вы перемешаетесь перемешайтесь все перемешаемся между дачей там есть компьютер между офисом там есть компьютер и между домом там есть компьютер не бук нет почему-то флешка а тут смысл то в чё как он может на уровне биоса запретить вот через уефе только через через легоси как он массово запретит вот то есть это надо руками ходить отключать централизованного инструмента на клиентской машине только если не толпе про у вас есть поддержка да а еще раз а в этом плане нет это сценарий для меня страшные бредовые то есть ходить и ники щеки которые ставят пароль на bios и так далее а скажем так коллеги я на практике никогда не сталкивался с тем что f12 где-то кто-то заблокировал не дает мне загрузиться с устройством я когда сталкивался что невозможно загрузится с устройствами к человеку которого машина находится в распоряжении он сам отключает загрузку то есть централизованно что на уровне компании не видел этого чтобы человеку которого устройство распоряжения находится сам это отключал до 99 процентов с вами согласен я вот ноутбуки на лабораторной работы готовил 75 штук вот доплай ноутбука я сбрасывал настройки чтобы можно было забудется просто навсего эксклюдели из бута ну в общем как я сказал сценарий у нас не самый наверное популярный но вот общий персональный компьютер я не знаю вот действительности наверно только не знаю в армии нас пользуются компьютерами солдаты пользуются такими смысл вы понимаете в чем да то есть в принципе по-хорошему можно пользоваться интернет-кафе да если есть возможность суть флешку никто вам не запрещает это вы забудете не то почему нет как бы ну хорошо нет у вас возможности подключиться по удаленке через терминальное решение но вам нужно поработать вас как бы оффлайн синхронизация настроена поработали все сохранили пришли место где появился интернет вас все это потянул брать не всегда есть возможность подключиться я конечно это страшно уже звучит 21 век что интернета нет но допустим я у меня дача в апрелевке у меня там очень плохо ловит интернет в чем не делать либо ноутбук либо да для тех кто следит за мной фейсбуке после прошлых выходных я решил что если я езжу на даче больше с собой не беру никакие устройства чтобы их не терять вот это да ну чтож коллеги давайте мы с вами переключимся на аккаунты посмотрим как вообще вот мне кажется windows того конечно интересно но с точки зрения демки вот синхронизации моя любимая тема да смотрите а я когда сейчас к windows того перейдем вам покажу автоматизированный автоматический скрипт который на пауэршилле написал чтобы было все проще а я да ну вообще windows того она по умолчанию работает таким образом что он не разрешает изначально доступ можно сделать но по умолчанию доступ к локальным дискам отключен это сделано из соображений безопасности а повторю собственно говоря чтобы нас слушали слышали коллеги которую онлайне привет вопрос в том что можно ли и как правильно вообще ведется windows того с точки зрения взаимодействия с локальными дисками той системы которую мы подключаем наш windows того по умолчанию доступ к локальным дискам запрещен понятное дело что его можно включить разблокировать для этого есть куча веселых способов начиная от модификации локальной групповой политики заканчивая извращением средств все понятно все можно сделать но вопрос зачем это нужно то есть вся идея windows того она вот получается вот именно с точки зрения безопасности очень скомпрометированы если мы можем загрузиться и получить доступ к локальным дискам это потенциальная утечка данных то есть по умолчанию это отключено если вы перемещаете между трастут девайсами исключительно чему нет но по умолчанию правильно чтобы это было отключено если нет другого на уровне групповой политики для этого у нас есть другой механизм называется дарт диагностика and recovery toolkit источник который входит вас с дипломент кит про который александр рассказывал прошлой всей серии там есть и сошник дарт это собственно говоря хотите виртуалку засовывать хотите диска хотите boot from flash делаете загружаетесь и вы можете восстановить данные перенести их и что угодно системы сделать то есть windows to go как инструмент аварийного восстановления точно нет ну то есть он точно так не задумывался я ответил ваш вопрос хорошо а да конечно давайте будем последовательным ну вы же понимаете что что я вам отвечу сейчас у меня спрак ну то есть то есть можно сделать все что угодно вопрос в том заключается останется ли ваша лицензия ваши юридические права гарантированно определенной лицензии в порядке то есть как только вы понимаете на windows можно 8 можно и дедубликацию включить который только на windows сервере по умолчанию работает можно будет читать дублицированные тома но это не поддерживаемая конфигурация то есть раскурочить каким-то образом про редакцию чтобы она с этим работала конечно наверно можно но это нельзя делать по другим соображениям а вот опять начинаю чувствовать себя индусом который убежал из команды разработки ничего не знает из каких соображений честно вам я не отвечу на этот вопрос я не разработчик и не менеджер программы и продукты который вот решил что это нужно только для интерпрайза но бизнес есть бизнес наверное я просто не буду ничего отвечать поскольку вот ну не знаю вот так честно коллеги давайте перейдем а то показанию казали счетчик смотри какая интересная вещь точки зрения синхронизации переноса данных а как вы наверно все уже сталкивались кто работал с windows 8 так еще раз напомните мне кто работал с 8 и я люблю когда руку лесру круто а по умолчанию вы когда установили систему out of the box как показывал александр и первый раз ее включается вам почему-то первое диалоговое окно который попадается на глаза называется видите ваши мэйл нет пишут он именно email так это киба но пишет что новый вводишь какой-то пароль потом буду не возьмись у тебя фотография подгружается что-то еще куда-то подгружается написано что девайс привязан к учетной записи пожалуйста подтвердите что это вас девайс да то есть надо сделать вот раз доверен то есть кликайте кнопочку вас перебрасывает на life айди портал там вы подтверждаете либо не подтверждать устройство и каким образом работать через свой life айди вообще зачем это нужно мы я сейчас вам покажу зачем это нужно вот видите у меня есть серфис и тема у меня сейчас вот красненького цвета такая смотреть что мы делаем с вами дальше мы с вами переключаемся на виртуальную машину с названием и сетись и клиент так вот главная проблема как видите у меня немного шизофрении на этом на этой машине меня зовут марк хаффл до смысл в том что стандартный демонабор но привязывая конечно свою учетную запись и поэтому выглядит все примерно вот так здесь мы тоже заходим settings заходим change писье settings заходим users и здесь мы тоже видим георгия гаджиева под именем марка хас то есть тоже привязан мой life айди покажу что сейчас будет интересно окей мне как-то очень хочется да допустим зеленую тему так еще раз перейдем сюда найдем в персонал айс и до политика ну хорошо зеленая да мне вот самому интересно насколько быстро она это дело съест еще нет нет она должна динамически все это подтягивать да давайте с вами некоторое время подождем ну благо он это совсем неправильно я не показался ли был вопрос показ нет оно работает и без кнопочки синхронизации просто это занимает какое-то время вот и все так users если вы обратите внимание я могу в домен то при такой настройки заходить либо под домена учетка либо с использованием свой life айди поскольку я его привязал своей учетной записи ну хорошо вы можете вы можете из вот вот очень неправильное понимание того что life айди это что-то домашнее а что корпоративных life айди не бывает хорошо нет вы понимаете вам могут создать life айди точно так же внутри компании вы работаете с нескольких устройств вот мне допустим это критично у меня вот это не все компьютеры которые у меня есть и мне каждый раз настраивать и вот что-то вот с этим переделывать есть ноутбук который домене у меня серфис домен домашний комп у меня не в домене но у меня всегда работает mail у меня всегда работает линк у меня всегда персонализация настроена таким образом как ее под себя настроил я не забочусь этим какой-то компьютер то есть мыс да вот правильная какая разница какая у человека учетная запись и что значит почему я должен подстраиваться это какая-то очень грубая неправильная политика надо не подстраиваться над делал так чтобы людям было удобно и хорошо работать до нет а что вас с точки зрения безопасности не устраивает нет смотрите если вы обратили внимание как работают все наши life айди прочий сервис то есть если вы вспомните нас раньше на офис 365 были совершенно отдельные учетные записи которые к life айди не имели отношения сейчас их с интегрировали благодаря эйджеру и вы заходите все равно с life айди с точки зрения механики это называется федерация чтобы у вас все было безопасно и доверенно вы ставите federation services у вас в замене настраивать федерацию с life айди все что сейчас у нас творится до можно ли сделать актив директор реферативным а что вы не делали ну по-моему вопрос да понятно служба безопасности а коллеги по моему вот тут вопрос подразумевает ответ вы сами говорите что это внешний идентификатор и как вы хотите внешний идентификатор за которую с точки зрения безопасности вообще ну если там что-то утечет несет компания microsoft ответственность нет если 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 вы сами отдали кому-то пароль не несет нет ну вы понимаете что данные то у вас не синхронизируются с компьютерами у вас синхронизируются только то как отображается интерфейс то есть если вы там под своим одним а лайфайди сделали модификацию с очень секретным документом это не значит что этот документ автоматом переезжает на другой документ он перейдет если вы skydrive везде настроить на всех компьютерах и будете там хранить документ конечно у вас будет некоторые пересечения с точки зрения документов по вашим рабочим пространством это естественно риск понимаете то есть а что я пытаюсь сказать да понятное дело что есть множество сценариев когда это неуместно с точки зрения безопасности других каких-то идеологий то есть ну просто админ нет все идите вы все куда подальше я говорю с другой стороны это новый механизм это новый инструмент если вы не видите в нем вы ли вы не видите что это прикольно это классно когда пользователь реально может сохранять то как у него отображается документ эту как у него все настроено не пользуйтесь но это есть в системе и как бы насколько это применимо это решать вам всегда давайте все-таки посмотрим еще раз пожалуйста ну вообще насколько я помню live id можно к любому ящику привязать абсолютно но он не будет привязан к ящику то есть это будет как идентификатор в службе life айди да да и на самом деле очень много будет завязок на life айди очень скоро у нас будут клиентские бэкапы да так что зря зря понятное дело что не секьер на бывает давайте все-таки посмотрим что у нас происходит так что мне говорит ага ноутбук не в интернете понятно я-то думаю почему не синхронизируется сейчас переподключимся на интернет connected что что webdav да но он сможет это сделать по умолчанию так пока мы ждем синхрон момента давайте мы посмотрим на скрипт про которое вам говорил так да видно плохо так так хорошо ли видно коллеги особенно кто сзади сидит отлично я рад так окей на самом деле все здесь а просто ну первым образом делом мы задаем переменную диска да то есть далее мы получаем с вами диск и при задании свой с кода флешку носитель а говорим о том что путь к устройству должен находиться в разделе типа устройств usb-store то есть по сменные носители размер должен быть не меньше 20 гигабайт и она не является пока что загрузочный но в дальнейшем и сделан загрузочный очищаем далее через input object мы с вами забираем все диски которые у нас по usb подключены флешевый и берем тот который является первым то есть нулевым идентификатором после очистки мы с вами не цилизируем диск да то есть инициализация это подразумевает то что мы взяли голый физический диск после этого мы его не цилизируем вводим в рабочее состояние после чего мы должны будем с вами создать разделы на которых будут размещаться данные собственно говоря разделов у нас с вами будет два как вы видите обратите внимание на 7 и 11 строчки кода 7 строчка это систем партийшен или системный раздел далее new партийшен новый раздел объект диск который мы с вами определили размер 350 мегавайт и раздел мы делаем активным то есть фактически там будет размещаться загрузчик для windows to go далее понятное дело форматируем делаем ярлычок можно необязательно его ею для систем назвать файловой системы фат 32 чтобы там выжил наш загрузчик далее делаем собственно говоря раздел с операционной системы в данном случае это партишен новый раздел диск нулевой использует максимальный размер то есть логика какая 350 мегабайт мы съели нам больше не нужно а в дальнейшем это зависит от размера ваших вашего внешнего накопитель да то есть может быть 20 гигабайт может 30 может 40 может 500 поэтому use maximum size подразумевая что данный раздел будет развернут до максимального состояния которое позволяет устройство форматируем все точно так же файловой системы нтфс и раздел так же как мы за налево и спортишны далее мы собственно говоря монтируем наши разделы по двумя дисками с и w после того как мы смонтировали мы запускаем утилиту дисом и применяем образ который у нас есть с windows 8 enterprise да то есть нам фактически даже не сколько самый сошник интересен нам именно интересен вим-контейнер который содержит операционную систему собственно говоря apply dir w вот эта команда подразумевает то что утилита дисом распакует содержим содержимым контейнера на вашу флешку в данном случае на именно на w то то есть не на загрузочную область она ту партицию где у вас будет находиться операционная система но а в дальнейшем фактическим вы делаете стандартную модификацию загрузчика и что последний применяется есть у меня небольшой маленький скриптик сэн полиси xml я сейчас вам покажу это собственно говоря файлик который в конце добавляется в корневой раздел с windows 2 go и он фактически применяет локальные политики по запрещению доступа к тем дискам которые в системе являются локальными то есть вот то про что у меня немного ранее спрашивали сам файлик сэн полиси xml так 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 секундочку так так коллеги побольше сделать до плохо видно так сейчас не знаю так что то у меня масштабирование не отрабатывает так а мы сделаем господи это по-другому да вот что то не подчиняется моим командам давайте сделаем вот так я думаю зачем нам лук ну в принципе достаточно стандартный xml и в принципе а он есть также то есть этот xml на самом деле если вы из интерфейса из под интерфейса windows того делаете он также сам системы генерируется то есть то что показано на скрипте powershell это один в один то же самое что происходит если вы делаете из под интерфейс просто из под интерфейс это показывает ну и неинтересно и и собственно непонятно что происходит на уровень ниш а вот так паблик токен вершину нас x к языку у нас нет привязки оффлайн сервис да вот оффлайн сервис это тот параметр который у нас отвечает и также стендалон то есть изолированная система ну и второй файлик который надо разместить после приготовления нашего с вами да что ж ты опять все в гварде открываешься у меня нашей системы это на тендет xml да то есть файл ответов фонд и двадцатку в принципе тоже ничего сложного а на тендет установка которая подтягивает все те диски и файлы из вима которые мы уже вам показали то есть в результате выходит то же самое что вы руками делаете либо вы можете взять этой файлики свима и у вас получится такая же ситуация ну powershell он может массово делать флешки в цикл да это может быть удобно так давайте посмотрим как у нас там синхронизации что-то не синхронизация так давайте проверим почему это очень странно так так нем центов семь так 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 то есть тут на самом деле варианта два поскольку у меня было подключение сначала к моему роутеру, который не выходит в интернет, потом я переключался на интернет, кто кого сейчас съест. Окей, сейчас попробуем по-честному все сделать. Заодно посмотрим, как это и отрабатывает. У меня еще есть и третье устройство. Ну-ка, давай next. Давай, давай. Ну, сейчас, по идее, поскольку я сделал disconnect, он потянет настройки именно с прошлых машин. Вот, честно говоря, я так и не понял. Так, теперь вообще интересно. Давайте проверим. С интернетом должно все быть хорошо. О, клавиатура какая-то приехала. Так. Интернет есть. Медленный, но есть. Нет. Вот чего я не видел на Windows 8, это вирусы. Вы видели? Нету пока. Запускайте старое приложение в режиме виртуализации, да, виртуализации приложения, чтобы не беспокоить систему. Так, окей. Так, то есть, мы сейчас с вами в интернете, и давайте посмотрим. Так. Хочу, хочу, хочу. Старт скрин. Да, давайте мы его сделаем здесь зеленым. Вот, ага, он стал зеленым. Теперь посмотрим, случилась ли у меня такая же. Так, а зеленый он у меня был, это нечестно. Так, давайте синий, да. Так. Старт скрин. Нет, вот это уже вот точно. Так. Оп. Оп. Так. Так. Не, это нормально, потому что я не смог синхронизировать. Коннектед. Теперь у меня два аккаунта. О! 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 Есть! Как говорила моя бабочка, упорство и труд до ума доведут. А там у него не поменяли? Ну, просто поменял цвет. Ну, смотрите. А. Нет, слушайте, давайте поменяем, поржом. Сейчас. О, сила евангелизма! Помоги мне! Голубенький. Ладно. Буду гламурным. Ну, че, ништячок? Да, так. О! Да? Арбайтов. И дело не только в отображении, собственно говоря, картиночек. Да, то есть есть механизм синхронизации всяких бякостей. Честно говоря, думаю, что механизма синхронизации бякостей нет, и он никому не нужен. Если ты на 768, а на большом мониторе у тебя Full HD монитор, он при синхронизации на Full HD у тебя маленькую картинку лизает. Да, есть такая штука, но скоро, наверное, допилит. Нет, главная фича 8.1 это поддержка множества WinRT приложений на нескольких экранах. То есть можно до 16 параллельных приложений будет запускать. То есть 4 экрана, и на каждом экране до 4 размеченных тайлов вы сможете запустить. Да, я вам этого не говорил, но я слышал, что можно руками выставлять размер именно снэпа. То есть насколько прилипает приложение, это действительно удобно. Ну и, коллеги, на самом деле это было показано на демонстрации на техеде, поэтому техед Европа скоро уже, две недельки осталось буквально, и можно будет все ковырять. Так что с этим проблем нет. Давайте, коллеги, мы с вами вернемся к презентации. И пойдем с вами дальше. Ну, еще, кстати, что интересного. Вот, видите, у меня вот такая штука страшная, чтобы беспроводное мне видео было, да, то есть фактически HDMI over Wi-Fi. 8.1, я забыл, как называется, стандарт, не войди. Есть, ну, вайл с дисплей интеловский, а есть какой-то Мара, чего-то там страшный, да, стандарт, который позволяет, если проектор его поддерживает, через Wi-Fi напрямую подключаться и передавать изображение. Вот без таких вот этих ухищрений. Так что мы все-таки идем к беспроводному образу жизни, слава богу. Свернуть все приложения. Каскад? Windows D. Нет, честно говоря, я жеста не видел такого, который позволяет сразу... А? Ну, кноп... И на десктоп. Да, это понятно, но... Да. Ну, в общем, как я сказал, переключение вот... То есть, вот в любом WinRT приложении не очень логично, как его закрыть, да, то есть, а это F4, либо вот руками, а если... А если мышка, как закрывать приложение? Хорошо, что знаете. Нет, на самом деле, я первый месяц уходил так, что у меня приложение в левом меню. Колонка выскакивает, я потом правой кнопкой кликал, нажал closed, 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 closed. Application. Продолжая тему Windows 2 Go, и, может быть, немного рассказываю про приложение, которое тема у нас будет дальше, наверное, если мы говорим с вами про мобильность и совместимость, особенно Windows 8 очень новая операционная система, и наверняка у многих из вас есть Legacy приложение. Поднимите, у кого есть Legacy приложение, руки. Слушайте, я думаю, страшнее все будет. Ну, ладно. Но, коллеги, кто знает, что такое Microsoft Desktop Virtualization, и что такое Microsoft Application Virtualization API? Ооо, ооо, вот всем тем, кто руки не поднял, я очень рекомендую сходить по лабораторной работе, чтобы это узнать. А Desktop Virtualization, на самом деле, с этим все понятно. Это режимы VDI, мы сейчас про них поговорим. У нас, собственно говоря, есть два типа предоставления рабочих мест через Remote Desktop Services. Это либо VM-based, десктоп, да, то есть рабочее место на базе виртуальной машины, либо session-based, на базе сессии. Собственно, для того, чтобы предоставлять рабочие места именно VDI, вам необходимо иметь у себя физический, именно физический сервер, с поддержкой виртуализации Hyper-V, которая будет предоставлять вам, собственно говоря, ваши виртуальные машины, которые будут являться рабочими местами. Да, буквально, наверное, чтобы вы не забыли, что у нас требуется, да, то есть ПК под Windows 7, под Windows 8, WinRT, понятное дело, поскольку это Nix86, оно не работает, на Mac'ах тоже Windows To Go не работает. Вот так вот. На самом деле, исходя из опыта, то есть по-хорошему, нужна флешка USB 3.0, не типа Windows Certified, но на практике можно и внешние диски с USB 3.0, да и некоторые флешки USB 2.0 у меня тоже успешно отрабатывали, поэтому, в принципе, не всегда это критично. Что-что? Флешки? Ну, у меня флешки вообще живут мало, потому что их теряю. Я не успевал, даже, они не успевали со мной быть столько, чтобы сказать, Джордж... Ну, понятно, что по типу устройства памяти, да, как бы, если туда много писать, флешка она износится. Это... Ну, добро пожаловать в мир ССД. Коллеги, предлагаю эту замечательную дискуссию перенести в кулуар. Война двух половин залов на счет 30% — это эпично. Собственно говоря, если мы, как вы уже убедились, говорим про использование собственных устройств, то Windows 2.0 мы с вами разобрали и виртуальные рабочие места. Тот самый сценарий, когда молодой человек мне во втором ряду сказал, что почему нельзя использовать терминальное подключение. Да можно использовать терминальное подключение, как раз-таки в идеальном варианте — это именно подключение к виртуальным рабочим местам. Ну, а почему мне, допустим, виртуальные рабочие места нравятся больше, чем на базе сессий? Ну, когда мы делаем виртуализацию на базе сессий, да, мы все-таки привязаны к самому серверу, и мы привязаны к его конфигурации. Когда мы говорим про сессию на базе виртуальных машин, мы все-таки говорим о более, скажем так, частном, приватном подходе с точки зрения конечного пользователя. То есть он получает свою машину и чувствует, как будто это его машина целиком и полностью. С другой стороны, с точки зрения процессов резервного копирования, подход именно на базе VM, он проще в каком-то смысле, потому что... А что, что? Да, да, конечно, вы выкопите контейнер, то есть вы подключаете кассу виртуализации, дальше он видит вложенные виртуальные машины, а если у вас внутри стоят фичи Windows Backup Server, то вы в результате можете... Да, VSS, все остальное вы можете делать вложенное резервное копирование и восстановление вплоть до уровня отдельного файла в результате. То есть это, конечно, очень удобно, но понятное дело, что это высокие расходы на инфраструктуру, поскольку нужно иметь быстрое СХД в первую очередь, да, потому что очень много параллельно виртуальных машин, одно рабочее место в среднем съедает от 15 до 30 айопсов. Ну, так... Но это одна. А потом их много становится и начинает просаживание, 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 просаживание. Поэтому у нас, собственно говоря, есть еще такая штука, как Gold Image, да, то есть когда у нас есть с вами родительские образы, от него есть очень много дочерних образов. И очень скоро, вы поняли, о чем я, да, это можно будет делать и у нас, прям правильно и правильно. И System Center даже сможет шаблоны делать с вложенными FinProvisioning дисками. Я ничего не говорил. Собственно говоря, подключайтесь, либо, ну, вы в любом случае будете на ремонт и стоп-сервисе с Connection Broker подключаться, который дальше будет распределять. Что еще классного именно в виртуальных машинах, как в платформах для виртуальных рабочих мест, это то, что вы можете делать в высокодоступные рабочие места. То есть фактически вы делаете кластер виртуализации на базе Hyper-V, размещаете в виртуальную машину как высокодоступную, и даже если у вас происходит аппаратный сбой на уровне инфраструктуры, простой у вас будет минимальный. Не Fall Tolerance, но и слава богу. Да, как видите, Surface стойко держится у меня от презентации до презентации, и за 5 минут начинают про 10 минут не рассказывать. Вкратце. Будем уже подводить итоги от СС, и дальше мы с вами уже посмотрим. Ну, собственно говоря, поскольку осталось 5 минут, я предлагаю следующую сессию буквально коротко посмотреть, 3 минуты, как выглядит Hyper-V на клиентской операционной системе, зачем им нужно, это буквально будет коротко, и я сейчас думаю, что если у вас есть вопросы, я бы смог на них ответить. Нет вопросов. Еще раз простите. Вычислительную мощность? Смотрите, а в любом случае, независимо, на базе виртуальной машины или на базе сессии, это клиент-серверная модель. То есть, все делает сервер. То есть, от клиента нужно только подключение и соответствующий хороший протокол. РДП, поскольку можно пробрасывать через RemoteFX и веб-камеру, и прочие устройства. Еще в кулуарах потом расскажу, что можно будет, наконец, пробрасывать. Да, я слышал что-то очень такое интересное. Там вот рядом. Еще. Смотрите, нет, а раньше под RemoteFX подразумевалось то, что вы можете перенести именно вычисления, которые ложатся на графический процессор, на сервер, если там стоит специально правильная видеокарта. В 2012 сервере мы можем с вами делать, собственно говоря, RemoteFX без специальной видеокарты. То есть, он софтверно эмулируется сервером. Конечно, если есть карта, это хорошо, это лучше, это разгружает, но если у вас вдруг нет карты, то это софтверно эмулируется уже. USB, камеру, смарт-карты, диски локальные, флешки. Да. А. Да, постоянно вот это забываю. Мой главный штука рядом с дверью. На букву К. Какой неудобный вопрос-то. Ноль минут. Я сейчас с радостью в кулуаре про него отвечу, ну просто, и вот, да, ну я же не отвечаю в онлайн-трансляции. Коллеги, мы в кулуарах обсудим, что же будет с Юга и с ТМГ. Вот, ну на самом деле, вот в зале присутствует мой замечательный коллега Андрей Выставкин. Андрей, ну встань, пусть на тебя люди посмотрят. Вот, да. Андрей у нас работает с партнерами, но мы с ним часто коллаборейтим, то есть сотрудничаем, и очень это приятно делать всегда. Вот, и Андрей сможет очень хорошо про это рассказать. Я тоже же расскажу, но... Но все уверены, что с ним проводятся. Ваг, ваг. Окей, коллеги, если нет вопросов, предлагаю уйти на перерыв и дальше обсудить все наши вопросы, а потом вернуться к продолжению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!